Всем здравствуйте! И сегодня мы с вами закончим нашу с вами дорожку. Золотая осень, отраженная в реке. Да, солнышко. Мы нарисовали вот эту вот солнечную дорожку, блики на воде. Да, сейчас самое главное нарисовать солнышко. Итак, для солнца мы не будем оставлять места никакого здесь. Мы сделаем все, листву, ветки, а потом уже поработаем, втишем вот сюда солнце. Будем работать с белилами, поэтому белила приготовьте. У кого нет, вот у меня есть белильцы. Итак, ветки. Дальний план у нас проработан. Его мы уже трогать не будем. По верху будем работать над листвой. Итак, веточки. Ветки у березы довольно темные, только толстые ветви такие. Они, как и ствол, беленькие с черными полосочками. Ну, а в основном и тоненькие веточки, они темные, черные. Так, белила кому нужны, пожалуйста, дайте. Так, ну что, все, белила приготовили. И начнем сейчас с цветом. Возьмем красочку темную, черную. Как мы мешаем, как мы делаем сложный черный цвет, да? Помним, это темно-коричневый и темно-синий. И можно брать любой темно-коричневый. Это сепия, матс-коричневый, умбра, умбра-жженая. От этого будет только чуть-чуть меняться оттенок вот этого сложного черного цвета. Ну, как сказать, черный цвет вообще в живописи очень грязнит. Чисто черный цвет. Черный цвет желательно использовать, ну, уже имеют какой-то опыт в живописи. И добавлять его не в качестве тени, а в качестве... Смешать сейчас, да? Да. Если у нас есть вот черные драпировки там или черные вазочки, вот что-то вот такое совсем черное. Потому что ветви у березы, ну, не совсем черные. Они как-то темно-коричневые, да, можно сказать, да. И поэтому очень осторожно с черным цветом жив. Я не говорю, что его вообще нельзя использовать. Но на первых порах лучше им не злоупотреблять. А то очень часто начинающие художники в светлые места добавляют белила, в темные места добавляют черную краску. И получается довольно грязно. Поэтому пользуемся сложным черным цветом. Я беру умбру-жженую. Можно взять марс-коричневый, не важно. Я беру умбру-жженую и немного индиго. И получается такой... Ага, значит, девятый и двадцать четвертый. И получается такой вот коричневый. Ну, получается фактически сепия, да. А можно было взять нам сепию. Сейчас я посмотрю. Сепия, она холоднее, серее. Можно одиннадцатую сепию чистую взять, сепию. Можно смешать умбру-жженую 9,24, а можно взять сепию. 9,24 будет немножко более теплый оттенок имеет сепия, чуть более холодный. Можно использовать и то, и другое. Да, как мы с вами говорили в живописи, хорошо, когда мы используем достаточное число цветовых оттенков. Не просто красим, как забор, да, валиком. Намешали, красим. А все-таки используют где-то потеплее, где-то похолоднее. Поэтому можно использовать два этих замеса. Сначала одну веточку там сепии, другую ветку там замес умбру-жженая и индиго и так далее. Итак, что у нас тут с вами? Вот самые толстые вот эти вот веточки у этой березки. Она у меня не добрала по толщине немножко. Ну ладно, уж какая есть, исправлять не буду. Вот тут такая ветка у нас идет вниз, она самая такая большая. Потом какие-то вот светлые, чуть-чуть там какие-то точечки вот такие, в самой толщине ветки, где она к стволу прикрепляется. Все-таки есть немножко вот этой белой коры, это сделаем потом. А тут прям такие ветки изогнутые. Прямо уж она вот так вот идет. Ну не важно, будем импровизировать. Татьяна Сергеевна, здравствуйте, дедушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Такие вот изогнутые ветки. За листвой не очень видно, но нам важно показать. Эти вот ветки, ветви. Тут какая-то сверху идет ветка, видно, такая большая, пересекает. Я бы и здесь бы какую-нибудь веточку нарисовала, батюшка, как пустовато. Придумываем. Стволу потолще, да? Повыше, потоньше. Не забываем, ветки разветвляются. А тут еще береза такая, вот с такими повисками ветками. Есть березы, у которых не так сильно свисают ветви. А это прям как наиву чем-то похожа конфигурация, да, расположением веток. То, что они висят. И особенно красиво, когда ветер, они так колышутся, развиваются, струятся. Такое шуршание, получается, как водопад. Такой листвы очень симпатично смотрится. Флакучая такая березка. И веточки. Повыдумываем тут немножечко. Поимпровизируем. Вот тут, возможно, всякое разнообразие в природе, да, у нас. Вообще хотелось мне дуб еще порисовать. Такие дубы красивые. Особенно если смотреть на них снизу. Можно как-нибудь вот отдельно нарисовать дуб. Вид снизу. Золотой? Очень интересно. Золотой уже не получится, уже они облетели все. Наоборот, можно зимой. Будет видна вот эта вот графика. Надпатья пофотографировать впечатление. Разные ветки. Туда-сюда, вправо-влево. Фантазируем. Просто импровизируем. Сепия. Используем марс коричневый тоже в чистом виде. Он такой коричневый. Цеплый коричневый. Марс коричневый я сейчас взяла. Умбра жженая в чистом виде. Тоже может присутствовать. Прямо самым кончиком. Не торопимся. И чем выше, тем больше тоненьких веточек. Гуще вот этот вот рисунок. Такой, как сосуды, да? Вены. Вот эта вот графика. Она более плотной становится кверху. И более тоненькой. Сепия. Как-то вот ветки тоже пересекаются. Не забываем, да? Видите, много веток, которые... Дерево же оно... Ветки раскидывает и вправо, и влево, и назад, и вперед. Не забываем, что прям на 360 градусов. Какая частая ошибка художника? Такая немножечко детская ошибка. Причем ее делают даже опытные художники. Когда рисуют дерево, и ветки вправо, влево, вправо, 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 влево. А впереди же тоже ветки. И сзади ветки. То есть, а что нам дает эффект, вот именно видение ветки, которые выходят на передний план? Это когда она куда-то вот сюда вбок отходит и пересекает ствол. Вот так вот. Идет как бы на зрителя немножечко. Вот так вот. Вперед. Вот это передняя ветка. Ну, задние веточки просто можно обозначать вот такими тонкими линиями, потому что они дальше от зрителя, и их видно не так четко и не такие они мощные. Потому что чем дальше по закону перспективы, тем предмет зрительно меньше. И опять же, да, от ствола не только сбоку, мы видим, ветка отходит, да, но и где-то вот можно сделать вот прям вот она спереди. Вот это вот как раз ветка переднего плана. Пересекает ствол. Идет вот так вот на зрителя. И тоже, не только сбоку, но они из середины ствола. Там на фотографии плохо видно, поэтому тут мы просто произвольно закрываем. Жалко, да, домик выписывали, старались окошки, а сейчас надо все веточками закрыть. Ну, а что сделаешь? Вот так. Хотя, конечно, некоторые моменты, даже вот я когда делаю картины. Это у нас вот эта вот ветка нашла сюда. Да, да. Что удачно получилось? Не хочется закрывать предмет переднего плана, особенно есть так удачно задний план получился. Стараешься как-то ветки раздвинуть, там что-то оставить. Понятно. Вполне понятно. Поэтому если уж очень там красиво как-то домик окошки получились, можете их обойти веточками. Не закрашивать все. Потому что работа кропотливая, ветки все-таки, посток их надо сделать, потому что нам сегодня листики надо делать. Так, и следующую березку, а то мы так и одну будем рисовать все занятия. Тоже сепию беру, умбру сженую, умбру, просто умбру. Использую все вот эти краски, которые у нас в двух нижних рядах слева. Вот прям все вот эти можно использовать для веток. И сиену, и умбру, умбру сженую, морскорич, сепию. И даже нейтральную черную где-то в замесе можно тоже использовать. А это мощная такая прям береза и ветви у нее прям вот так вот вниз идут. Ну, не обязательно даже вот повторять. Можно как-то своей конфигурацией ветки сделать. Заполняем пространство. Смотрим, чтобы меньше было прямых линий, таких прям как по линейке. Вот таких вот линий, как я сейчас вот, например, вот эту сделала. Не надо делать. Постарайтесь, чтобы рука дрожала. Ну, когда ветки рисуем, особенно стараться не надо. Особенно надо стараться, чтобы рука дрожала. Прямо произвольно даже кисточкой можно в любую из этих красок. Какую попала кисточка, такую и набираем. Красочку. Давайте, как-нибудь тут солнышко будет. И где солнце, стараемся не обходить. Прямо закрашивать. Пусть даже ветки немножечко просвечивают сквозь вот этот вот солнечный засвет. Это будет более натурально смотреться, чем если мы вот тут вот дырку оставим. Вот тут я ветку даже сделаю. Вот она на переднем плане. Пусть она вот отсюда выходит из середины ствола. А тут тоненькие-тоненькие. Вот на чем листики. Вообще-то тонюсенькие. Тут вверх уже поднимаются. Да, рисуем вот ветку. Ствол пересекала, чтобы... У нас, смотрите, как свисает прям низко. С этой стороны, да-да-да, закрываю речку. Конечно, надо постараться. С веточками. Потому что мы их уже... Ну, когда листон нарисуем, тоже можно какие-то ветки вписать. Это несомненно. Но я люблю рисовать сначала скелетик, а потом уже на него накладывать листики. Хотя, когда мы пишем, например, лес на заднем плане, удобнее делать и наоборот. Да, сначала массу вот эту вот красивую, разноцветную, особенно осенью, она разноцветная. А потом небольшие стволы какие-то вот так вот там. Вписать можно, которые просвечивают. Я, кстати, там не сделала стволы. Но это не важно, потому что это сейчас все закроется вот этой золотистой листвой. Так, вот тут еще ветка такая прям явно видна. Вот она, я ее немножко вверх сделаю. И тут я посмотрела издалека немножечко небольшая у меня нестыковка по тону, да. Вот ствол у меня такой бледненький, а ветки прям такие. Поэтому можно чуть-чуть вот примыкание вот эти вот размыть, чтобы они органично смотрелись, а не наклеенными полет. Какие-то толстые веточки мы немножко поработаем поверх белилами. Чуть-чуть вот в основании. Вот тут еще. Вот тут веток нету, то есть береза достаточно высокая. И вот эта вот часть практически из веток. Не знаю, чтобы рисовать или не рисовать из этой части. Не буду, наверное. Смотрим, где еще потолще сделать веточки. Ветка на переднем плане, на зрители. И можно какую-то сеточку такую из веток произвольно сделать наверху. Просто из тоненьких-тоненьких таких веточек. Маленькую такую вот. Просто как бы произвольно сеточку. Так, сейчас я даю подальше, посмотрю, и может достаточно. Не хватает слева. Вот здесь не до боли. Вот тут явно у нас не хватает потолще. Вот так вот пусть будет. Вот тут здесь достаточно толстая ветка. Сразу она уходит на тонкую. Так не бывает, поэтому утолщаю. Это веточка, которая на зрителя. И сейчас самое интересное будет листва. Конечно, очень интересно. А, еще белые. У основания веток. Тут еще какая-то маленькая вот такая вот березка. И я смотрю, это от нее... Да, скорее всего, вот тут не висят так низко, а это вот какая-то порция там такая молодая. И как раз от нее идут вот эти вот отцветы, от ее листовые. Ну, может, нам не делать ее, не сделать. А вниз опустить вот эти вот... Вот эту листовую с веток больших берез. Вот думаю. Ну ладно. Там видно будет. Так, что у нас еще? Еще у нас у основания больших ветвей немножечко светлые есть места. А, это хора светлая. Вот там, где именно ветки толстые. Я беру охру желтую и немножко добавляю в нее белил. И чуть-чуть у основания. Можно немножко еще раз голубить, потому что слишком получается. И ярко-голубая. Охра желтая 3, ярко-голубая 22. И немножечко белил. 3, 22 белила. И чуть-чуть. Пройдемся по основаниям. Желтая. Да, охра желтая, ярко-голубая 3, 22 и немножко белил. Какие желтые смешают? Сильно получится белил. Немножко зеленоватый оттенок будет, но сильно зеленый не будет. Вот я сейчас намешала. Нет, получается такой песочный оттенок. 3, 22 и немножко белил. Это вот светлые места у основания таких вот толстых веточек. Потому что дальше туда можно даже добавить немножко на стволах. Чуть на стволах добавляем. Вот, ну что, с ветками все закончили? Давайте тогда приступим к листочкам. К лестре вот этой золотой. Сначала сделаем темные места. Вот эти вот. Вот думаю. Или сначала сделать... Нет, сначала, наверное, темные места сделаем. Вот это охра. Сейчас посмотрим. Охра. Сепия. Эта сиена. 3, 7. 3, 7. И добавляем туда 21. Зеленца такая получается. Подождите, может, не 21, а 24. Лучше добавить сейчас потихонечку. 3, 7. Да, давайте сделаем два замесика. 3, 7, 21. Получится такой зеленоватый. Охра желтая. Сиена натуральная. И 21 зеленая. Получается такая вот защитная зелень. И замес 3, 7. И индиго 24. Чуть потемнее получается цвет. Вот такой вот. 24. И нам надо будет вот такими движениями, точечными. Да, получается такой синеватый оттенок. Точечки. 3, 7, 24. Охра желтая. Сиена натуральная. Индиго. 3, 7, 24. По большому хвалу, да, впереди? Вот эти вот пятна, масса такие везде. Но сначала вот здесь. Если недостаточно, ствол получился такой темненький, то 24 побольше добавляем. И такие точки. Я еще умбру в этот замес. Чуть-чуть добавила. 3, 7, 24. 3, 7, 24. Можно 24 побольше, если стало темное. Получится такой вот темный оттеночек. Между ними 3, 7, 21. Но он зеленоватый, конечно. На яточке сажать тогда. Я их просто послалу. Пятнами. Сейчас я покажу. Значит, 3, 7, 21. 1, 3, 7, 24. Извините. 21 тоже, но его меньше будем использовать. Сиена натуральная. Даже можно побольше вот этого татеней красочки. 3, 7, 24. Прямо семерочки туда хорошенько. И вот такая мелкая точечка и вниз. Чисто сиену тоже беру. Чисто сиеной тоже делаю точки. То есть и замесом 3, 7, 21. И чисто 7 между ними. То есть делаем такую живопись. У меня дергается. Подержу. На всех ветках? Да, почти на всех. Вот тут-то точно наверху плотненько. Видите? Тут еще такая рыжеватая, коричневатая, английская, красная. То есть работаем вот этим замесом 3, 7, 24. Между ними просто 7. И еще английская красная 5. Сейчас намесим 3, 7, 24. Пусть у вас на палитре будет этот замес. И работаем, значит, тремя цветами. Вот этим замесом 3, 7, 24. Между ними точечки 7. И также точечки 5. Английская красная. То есть вот этими тремя цветами делаем тень. Тень листвы. 3, 7, 24. Это вот эти вот места. Просто 7. И просто 5. Произвольно. Куда какая краска попадет. Единственное, чтобы сохранить вот это вот движение, такое как бы стекающие, такое вот листвы, шуршащие, как прям вот такое золото. Золотые монетки сыпятся. Стараемся, чтобы вот эти вот точки делать движение к низу. Вот как вот они сыпятся. Так-так-так-так-так. Книзу. Сверху вниз. Сверху вниз. Потому что кажется, что это не так важно, но глазу все равно будет видно вот это вот движение, стремление вот сверху вниз. Вот этих линий. Ну и тут надо просто проявить терпение определенное. Просто чисто охру еще беру. Охру это тройка? Тройка, да. Итак, работаем с замесом 3, 7, 24. Намесили себе такую лужицу. Между ними 7, сиен натуральный. Между сиеной натуральный, английская красная 5. И где-то вкрапления чисто охра желтая 3. Вот сейчас охра делаю. 3. Охра желтая. Если у вас дома нет таких красок, да, акварели вот такой, и вы работаете просто, какие краски у вас есть, я специально называю их названия, потому что они в других наборах, не по вот этим цветам, которые я, номерам, которые я сама обозначила, а именно по названию у вас краски будут близкие. Поэтому охра желтая в любом наборе будет приблизительно охра желтая. Вот я ее назвала 3, но в любом наборе охра желтая она есть. Или просто охра называется. Да, и с той стороны. Итак, охра желтая. Вот этот замес 3, 7, 24. Сейчас по теням идем. Просто сиен. Охра желтая? Нет. Все между ними. Внизу где-то на это? Желтая это какая? Просто желтая. А, вот эта золотистая? Мы золотистую, да, мы ее будем делать и сверху тоже, но уже поверх проработанных теней, темных мест. Сейчас мы работаем над темными местами, а уже поверх вот этих темных мест будем делать вот это вот золото. Английская красная тоже. Вот она у нас. Ох, она какая активная. Вот какая? Пятерочка. Давайте мы ее в чистом виде не будем, будем ее с охрой желтой, с троечкой. 5 плюс 3. Чисто английской красной не надо, активной очень, я посмотрела. То есть работаем сейчас всеми темными, осенними цветами, темными. А поверх будем уже работать вот этим золотом. Английскую красную смешиваем с охрой желтой 3. Чисто охра желтая тоже у нас в работе. Вот это чисто охра желтая я сейчас делаю. Вот эти вот пятнышки. Тут главное проявить терпение и вот так вот аккуратно, аккуратно все закрыть такими разноцветными пятнами земляных оттенков. Сиена натуральная. Это у нас семерочка. Замес 3, 7, 24. Мы 21 тоже делали. Я посмотрела, он слишком зеленый. Не очень он пойдет. И можно несколько пятнышек сделать, но не очень он идет. И делаем такие темные пятнышки, разноцветненькие. Прямо по веткам. Веточки не обходим. По веткам вниз. Такое вот струящееся движение. И стволы. Сиена натурального между этими цветами. Везде все, все, все туда. Все в одну кучку. Единственное, вот смотрите, вот здесь вот более сильно сконцентрированы темные оттенки. Вот какое-то вот здесь темное пятнышко. Поэтому здесь и здесь более темное. И поплотнее. Значит, там листва плотнее. Меньше пропускается вверх. Вот здесь более светлые оттенки. И смотрим, чтобы не очень был замес. У нас 3, 7, 24. Когда будем смешивать, смотрим, чтобы не очень был зеленый цвет. Для этого мы больше добавляем сиены. Смотрим, сильно в зелень уходит. Раз сиенки туда. И он получается такой менее зеленый, более защитный такой цвет. Там, где солнышко, тоже все, все. Закрываем. Вот вниз, 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 вниз. Такие вот цветы. Это вот наша смесь 3, 7, 24. Семерочки, наверное, больше всего. Семерочки сиена натуральная, сиена хорошая цветка. Такое осеннее. 3, 7, 24. Семерки больше в этом замесе. Сейчас чисто семерочкой прохожу здесь сиены натуральную. И стараемся делать не равномерно, распределяя точечки, а как бы такими сгустками, массами. Вот здесь поплотнее, здесь более разряжено, чтобы выглядело более натурально, более жизненно. Потому что, ну, в жизни у нас редко так бывает, что прям вот ровно закрыто пространство листиками с одинаковыми расстояниями. А где-то более густая листва, где-то более разряженная, и вот это тоже не забываем. Вот здесь можно было мне небо побольше оставить, но где-нибудь здесь оставлю. То есть какие-то вот такие полоски неба, не закрашенные, тоже должны быть. Я вот этот момент упустила с левой стороны, но сейчас с правой стороны справлюсь. Работают тем же замесом, хотя тут потеплее, да, тут уже английская красная. В этот же замес можно добавить английскую красную. Значит, 3,724 и пятерку. Вот сюда. 3,724 и 5. Вот с этой стороны, смотрите, теплее. Не знаю почему. Не вниз, это вот просто надо проявить терпение. У меня вот трясется, к сожалению. Вот это не очень хорошо для видео. 3,724 и пятерочка. Где-то чисто сиена. Домик закрашиваю, а сколько? Английская красная ухра дает такой теплый оттеночек. 3,5. Английская красная ухра. Не забываем этот замес. 5,3. А теперь я добавляю на течение трясется. 8,5-3. Взбиваем. Набираем. Ухра. Ухра. Набираем. Ухра. Набираем. Немножко уже с осенью мы в плане выставки опоздали, но эти работки пойдут на следующую осеннюю выставку. А сейчас нам надо потихонечку переходить к зиме. У нас будет зимняя выставка с начала декабря, с первых чисел декабря. Так что если кто-то... Мы, конечно, и здесь будем писать работы, но если дома кто-то захочет написать на зимнюю тематику, все что угодно. Натюрморт, пейзаж, даже можно абстрактные композиции каких-нибудь детей с горки катающихся, Дедов Морозов и все прочее. Рождественская тематика. Так что начинайте потихонечку. Чтобы у нас тоже какие-то работы были немножко разнообразные, потому что здесь мы пишем одну композицию. Ну что тоже интересно, зрители так любят посмотреть, походить и вроде один сюжет, а насколько по-разному написано, это всегда интересно и тоже нравится очень. Я помню, не в прошлом, по-моему, в позапрошлом году у нас была рождественская выставка, и так получилось, что делали копию. Есть такой очень хороший художник, пишет такие пейзажики, такие милые. Владимир Торносов можете посмотреть в интернете. И так получилось, что один его сюжет был у нас в пяти вариантах. И причем настолько они были интерпретированы по-своему каждым художником, насколько каждый художник внес туда своего, что это было очень интересно. Разные все, но видно, что с одной картинки рисовали. Так что это тоже интересно, когда много таких вроде бы одинаковых композиций, но каждая, каждый художник внес что-то свое. У нас же все вроде одинаковые. Да. На самом деле все равно. Очень чувствуется индивидуальность таких работ. Когда все пишут разное, это как-то, да, да, это все здорово. Но когда все пишут одинаковое, но привносят свое, очень проявляется характер человека в этом, и можно походить там, посмотреть, поанализировать. Это с дворной. Поэтому у кого есть желание и возможность, уже можно начинать какие-то дома делать вот к Рождеству, к Рождественской выставке. Свои композиции. Так, не хватает мне масс здесь. Все немножечко одинаково, поэтому сделаю массу вот здесь. О, какой-то цвет вылез случайный, но мне нравится. Это знаете что? Случайно смешалось с белилами. Сиена натуральная. С индикой. Вот это наш замес. Случайно туда попали белилы, и что-то такое-то. Тоже интересненько получилось. Кстати, да. Так, сейчас отойду подальше, посмотрю, что у нас. Не хватает? Не хватает вот здесь. Плотности в некоторых местах не хватает, да? Такая одинаковость есть. Вот тут одинаковое расстояние между точками, здесь одинаковое расстояние, здесь. Поэтому делаю такие более плотные островки. Тут прям вот какие-то места можно прям плотно-плотно закрасить любыми из цветов, которыми мы сейчас работаем. любые рабочие цвета наши. Вот тут поплотнее закрашу. Охра красная, с охры. Нет, английская красная, с охры желтая. 5-3. Не забываю, прям такое осеннее-осеннее цвет сочетание. Если ствол совсем закрасили, а вообще не хочется его терять, можно где-то немножечко протереть. Какое-то местечко. Так, ну что? Приступим к золоту. Сейчас посмотрю. Иду подальше. В края, не забываю. В края докрашивать. А то иногда вот снимаешь работу с планшета, смотришь, а край не прокрашен. И начинаешь край красить уже, когда с планшета снял работу. Это когда она натянута у нас. И начинает край коробиться, поэтому за краем надо следить, внимательно. Или же вот так получается, что рамку вставили, паспарту вставили, а там не до красы до паспарту, миллиметра два. Смотрится не очень хорошо, поэтому вот надо за этим следить. Даже немножечко, может быть, поле брать, закрашивать пошире, чем у нас ограничивает паспарту. Чтобы не было в крайне прокрашивания. О, шпорт работает, вот по себе скажу. Не знаю, по опыту, что не прокрасывания в край. Деревья у дома не будем рисовать. Какие? Вот эти вот. Веточки? Ну это ветки. Да, да, ветки. Ну там весь задний план мы уже трогать не получим. Мы сделаем это как ветки. Так, прокрашиваем край. И сейчас будет самое интересное. Если палитрочка у нас уже вся закрашена, можно ее почистить, места освободить, потому что сейчас на чистом месте надо будет замесы делать. Потому что выберем место чистое, чтобы у нас краски случайно не вмешивались в наше золото. И сейчас сделаем вот эту вот золотяночку. В некоторых местах, смотрю, не хватает у меня плотности. Ну, ладно. Можно будет потом ее добрать. Плотности в тенях. Дом добавить. Да. Можно будет... Ну, не дома, а сейчас походу. Ясно. Итак, работаем белилами. И нам нужна будет кадмия желтая, средняя наша. Замечательный цвет. Солнечная двушечка, да. Кадмия желтая, средняя. И в него вмешиваем белил титановый гуашь. Для чего? Прежде всего для плотности, потому что акварель прозрачная краска. И чтобы перекрыть подложку, нужен плотный цвет. Укрывистая, как говорят художники, краска укрывистая. Что это значит? Это значит, когда кладешь мазок, из-под него не просвечивает нижний слой. То есть краска укрывает плотно. Бумагу, холст, ну, да. На чем напишем. И кадмия желтая, средняя, с титановыми белилами мы делаем вот эти вот золотые островки, засвеченные вот таким образом, точечками. вот здесь уже нам нельзя, чтобы сильно хаотично были вот эти пятна. Почему? Потому что засветы идут определенным образом. Вот смотрите, вот висят вот эти вот массы лиственные, вниз свисают, да. И есть сторона освещенная, а есть сторона теневая. И если мы этого не учтем, у нас просто будет салют. не листья деревьев, освещенные, да, с одной стороны, а просто вот такая вот масса, пестрая. Поэтому смотрим. Вот где-то вот здесь вот островок освещенный. Делаем его. Поплотнее. И это кадмий желтый средний 2 и белил титановый. Вот там вот. И вот тут вот буквально раз, два, три, четыре искорки просвечивают. То есть тут уже элементы случайности надо немножечко исключить. Еще у нас есть замечательная краска золотистая 13, тоже с титановыми белилами. А как я и не знаю? Золотистая. А, золотистая. 13 золотистая. То есть и вот этот замесик тоже делаем золотистая, белил титановая. Туда же добавляем. Да, но не вмешиваем в кадмий желтый средний. Отдельным замесиком более золотистые тут вот такие листочки светящиеся. То есть будем работать и кадмием, двушкой, и 13 золотистой в смеси с белилами титановыми. Вот тут вот масса, такой островок светящийся. Вот тут несколько искорок, вот тут тоже несколько точек с этой стороны. Тык-тык-тык. И наверху тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот, таким образом. Поплотнее немножко закрываем, чтобы просветов вот здесь вот в массе было меньше. А какие-то пятнышки у нас сливаются. Вообще. До низу-то тоже есть. До низу мы еще не дошли, обязательно дойдем. Вот теперь смотрите, висит такая ветка вот с этой золотистой листвой. и она сзади вот этой вот ветви, да. Поэтому на вот эту ветку я не хочу заезжать. Раз, раз. Вот это работаем 13 золотистой с белилами титановыми. И кабмия желтой средней. Кабмия желтой средней с белилами титановыми. И точечки золотистые с белилами титановыми. То есть два варианта вот этих светящихся точек. Это 13 и белила и 2 и белила. Вот у нас висит здесь. Теперь вот здесь вот у нас в свету делаем тоже точки. Тень оставляем. Вот здесь вот по стволу прям течет вот эта вот листва золотистая. вон оно. Тут тоже. Как бы такие струйки. Если мы тень делали, просто хаотично закрывали все пространство, то вот именно золотом работаем такими струйками. текут струйки такие золотые вниз. Мы специально здесь, кстати, делали елки темные, чтобы на их фоне у нас текли струйки. Да, именно. Все правильно. Текли струйки. И золотистая 13, и кадми желтый средний 2. Не забываем. Ни то, ни сё. Вот струйки потекли. Золотые. Прям плотненько кладем цвет. Следим за тем, чтобы он не был прозрачным. То же самое делаем вот здесь. Титановое белило прям хорошенечко берем. Плотный цвет должен быть. Не должно просвечивать бумаги. под вот этими пятнышками. То есть работаем не лессировкой. Помните, мы с вами лессировочкой работали? Это когда прозрачный такой слой накладывается, через который светится подложка. А работаем здесь плотненько красками, которые укрывают укрывистые. Укрывают плотно лист. и струйки, золотые струйки. Потекли. Тринадцатая золотистая и белила. И карми желтые, кстати, можно и смешивать их между собой. Можно не смешивать. вот уже как-то веселее становится. прям стекают до воды. эти золотые струйки. Так, вот здесь теперь сделаем побольше. чтобы они прям загорелись, засветились, нужно как раз чтобы цвет был непрозрачный. Погущий цвет берем. Видите, вот здесь высох, стал прозрачным, значит добавляем. С этой стороны солнышко у нас, да? И поэтому здесь стараемся, если с этой стороны у нас вот эти струйки особенно светились с правой стороны, то здесь наоборот с левой стороны. в столе. Вот. В онлайн, с пакетчиком, в котором так Мм. Там же. Угу. вот тут поплотнее здесь вот прям вот поплотнее сделаем этот золотой не 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 тут прям работаю 13 золотистая как и надо не боясь когда плотно плотно прямо чисто 13 на кисточку меня на кисточке уже есть тут вот этот замес а я добавляю туда еще 13 золотистая пусть она светится главное плотно цвет власть плотно плотно как в масле как гуаши как в масле кладем цвет плотненько есть тут надо прям забыть что мы акварель работы и прям цвет им должен чтобы он вспыхнул загорелся плотно плотно кладем работаем прям чистыми красками кадры желтый средний тициановая золотистая плотно плотненько а вот начинает начинать и вот это того насколько плотного вот здесь вот закроете будет зависеть именно вот этот эффект свечения особенно вот здесь да в этом моменте раз прям мешали мазки можно делать такие вот потыкали потыкали а какие там моменты можно прям вот засвечивать вот таким образом крупный мазочек где-то раз вот смотрите нас тык 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 вот здесь вот мелко-мелко а посередине раз такой крупный мазок а сейчас еще солнышко у нас загореться здесь единственное что они у меня получились подстрижные вот так вот хочу одну вот эту вот прядь удлинить немножечко чтобы она у нас была не одинаково вот так вот где светящуюся работают чисто золотистый и кадмин желтый средний сбили попробуйте взбилил если укроет без белил не укрывая да поэтому надо а высохла высохли белила с цветом немножко прожухла туда бумага тянула еще раз поверх и на второй третий слой обязательно укроет вот тут уже второй слой укрывает так ну что давайте сделаем солнце более хаотично а то получаются такие хвостики такие шедевры давайте сейчас самое интересное солнце сейчас и так причем чисто белила чисто белила титановое и делаем вот здесь вот за свет такой прям вот кружочек чисто титановыми белилами потом пока это все не высохло берем кадмий лимонный номер один единичку кадмий лимонный номер один и делаем как бы ореольчик вот такой но следим чтобы переход был нерезкий как бы один цвет плавлялся в другой один цвет плавлялся другой а сверху чистый чистый чистыми белилами да а потом кадмий лимонный и потом кадмий лимонным делаем вот кадмий лимонный единичка да извините делаем вот такие вот засветы и ореол это кадмий лимонный с белилами кадмий лимонный с белилами и вот здесь как бы струи света тоже стекают такие более прозрачные кадмий лимонный с белилами я бы веточку бы оставила в одну тоненькую дать немножко на солнышко на наехала золотистый чуть-чуть золотистый 13 кармий лимонный единичка с белилами так немножко если чуть можно еще подбелить вот здесь не резко прервался этот цвет опять листяный масло немножко сверху чем мы сделаем работаем золотистой и охрой это 13 3 охра желтая и золотистая у меня белил без белил у меня там случайно попали белила можно немножко белил чуть-чуть это кармий желтый средний с белилами ну и остался нам передний план сделать тени и травку круга не должно отчитаться это у нас не луна солнцем и вообще вот этот круг солнечный видит можем только через затенение какое-то поэтому размываем края это это не круг это пятно с такими размытыми краями белое пятно с размытыми краями я вот здесь вот дополнила массу почему светится надо мазочек сделать светится просто побелее чуть-чуть чистым чистыми белилами есть не очень светится можно чистыми белилами резко отличается от меня чистыми надо добавлять массу лиственную и тогда все засветится потому что еще и лиственной массы нету и она сама по себе поэтому добавить надо листочков и через них вот это вот как раз заслете и слога темнее потому что вот как раз свет идет на на фоне темного на контраста так ну что тени тени травы травку мы сделаем я уверена вы травку сделать еще до сниму немножечко видео травку доделаем а тени какая тут хитрость дело в том что на фотографии тени довольно резкие а мы тени размываем в край так как каким цветом сделаем давайте охра желтая охра желтая охра желтая охра желтая 3 3 извините да 3 охра желтая и умбра 8 3 8 и смотрите как тени у нас расходятся до ввиду того что солнышко у нас вот здесь до тени у нас вот так вот расходить вот эта тень у нас практически на зрителя я бы еще даже больше сделала треугольник вниз 38 давайте кисточку я возьму потолще 38 сейчас просто намечу потом буду детализации вот тут смотрите вот эта тень уже больше в сторону отходит даже сильнее чем на фото на фотографии сделать и вот эта тень пошла туда 38 охра желтая умбра охра желтая умбра а тут смотрите интересно травка вот тут эффект такой я бы его не стала бы оставлять без внимания когда вот эта вот трава такая светлая который солнце попадает на эту тень и выделяется и тоже светится и я бы это сделал охра желтая умбра тени у нас распределяется таким образом тень около ствола более резкая чем дальше от ствола тем тень более прозрачная и с краем таким мягким до размытым краем вот таким образом размываем край тени и делаем травку вот эту травку сделаем еще тень около ствола более чем и чем дальше от ствола тем она более прозрачная у ствола темная можно даже у слова индика добавить потемнее сделать и дальше от ствола более прозрачная вот таким образом делаете так еще ряд травку дорисуем ну и собственно говоря с этим пейзажем с вами закончили еще до снимаем большое видео с какой-то такой детализации вот теперь с передним планом с травочкой а так но по траве все просто да делаем вот такие вот движения вверх тоже можно взять умбру сжженая сиена натуральная охрана и какая-то еще зелень осталась да я просто зеленая 21 просто зеленая вот так вот мелкими штрих очками а поверх этих штрихов тоже можно сделать с белилами ту же самую окру чуть-чуть зеленцы туда добавить чтобы вот эти вот еще засветить травиночки вот тут кустарник который к воде да на фоне него очень хорошо вот эта кромка травы светится кустарник можно сделать английской красной и умброй или чисто умбра жженая с английской красной вот это вот кустарничек у него тоже вот эта вот кромка светится что вот смотрите это какая-то даже травка болотная можно взять чисто умбра жженая девятка девятка потом умбра жженая переходит в желтую трешечка это как вот эту кромку засветить у травы охра желтая трешка умбра жженая вот этот низ темный потом охра желтая три повыше и совсем верхушечки можно сделать камень лимонный совсем засветились таким образом ну вот на сегодня все всем творческих успехов хорошего настроения и вот что у нас получилось небольшой кусочек еще до запишу и скину вам в группу всем до свидания